В Кресцы пришла большая вода. Весенний паводок поднял уровень в реке Халова выше неблагоприятных отметок. Пока в зоне потопления в основном хоз постройки и все же в поселке уже готов пункт временного размещения и организовано дежурство спасателей. С подробностями Вероника Карпесонова. Любители езды по бездорожью в поисках острых ощущений уезжают за сотни, а то и тысячи километров. Жителям поселка Кресцы в этом надобности нет. В период паводка в районе реки Халова и так настоящая экстремальная трасса. Что здесь будет так глубоко не ожидали ни наша съемочная группа, ни водитель. К счастью пересекли потопленный участок улицы мы без происшествий. Местные пока эту дорогу обходят стороной. Благо что жилые дома находятся чуть дальше. Еще неделю назад по улице Новохоловской можно было пройти в обычных осенних сапогах. Теперь здесь плавают утки. Уровень воды на вид примерно сантиметров 30. Впрочем, это только с краю. Помимо самой Новохоловской улицы подтопило еще и 19 дворов. Некоторые из них заброшенные. А жителей остальных такая ситуация не удивляет. Венецию у себя в огороде Валентина Николаевна Шанаева наблюдает каждую весну. К маю, когда приходит пора посемной, вода обычно уходит. Да иногда в мае уйдет. Она уже уходить начала, вот дня 3-4 и уйдет. Мы уже привыкли к этому. Мы считаем, что это какое-то медствие. Сообщение о том, что Халова вышла из берегов, поступило в МЧС накануне. Сюда сразу направились спасатели. Их вердикт, бить тревогу причин нет. Но, тем не менее, ситуация остается на контроле. Все силы и средства подготовлены к реагированию на возможное ухудшение ситуации. Все, что необходимо, сделано. То есть ничего критичного на данный момент не происходит. Сейчас уровень воды потихоньку спадает. Это подтверждает так называемый гидропост. Отметки на опоре моста через Халову. Каждый час проверяют уровни воды. Можно сейчас наблюдать, что уровень снизился буквально сантиметров на 10-15. Разливается река каждый год. Это связано с особенностями рельефа. Волдайская возвышенность плюс пороги и высокая скорость течения. Уже 6 лет в зоне подтопления по требованию Крестецкой администрации не выдают разрешение на строительство домов. А тех, кто здесь живет много лет, конечно, никуда не переселишь. Люди у нас оповещены все. Под роспись. Даны памятки, как действовать. В случае, когда начинается само подтопление, в постоянном режиме работает группа дежурства. В определенные средства, как плавсредства, так и технические средства. На случай, если вода начнет топить не только участки, но и дома, всех жителей близлежащих улиц эвакуируют. Для этого уже подготовлен пункт временного размещения. Хотя есть и основания полагать, что он не понадобится. Чтобы ситуация стала чрезвычайной, вода должна подняться еще как минимум на полметра. Из Крестецкого района Вероника Корпесонова, Андрей Константинов. Новости. Новгородское областное телевидение.